Всем привет! Сегодняшний видеоурок посвящен дыханию носом, то есть платформе НОС. Это техника, при которой звуки строятся на дыхании носом. Такие высокочастотные звуки. Сейчас рассмотрим самые простейшие техники, самую простейшую технику, соответственно. Здесь важно очень положение языка при этой технике. И здесь нам поможет артикуляция ОИЁ. При этом надо дышать носом, либо еще второй вариант, вообще не дышать, но без напряжения горла. И нужно отслеживать, чтобы получались такие высокочастотные звуки. Сейчас все будет понятно. ОЙЁ при дыхании носом. И таким образом язык, делая такое движение ОИЁ, он проходит тональности. И чтобы более их отследить, более лучше, нужно теперь проделать эту артикуляцию ОИЁ очень медленно. ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Играет музыка Вот таким образом мышечная память языка начинает запоминать положение, в каких положениях язык как звучит. И уже далее можно строить какие-то импровизации, регулируя положение языка уже более, так скажем, в разных, более резче, в разных положениях. Таким образом строятся какие-то импровизации, какие-то мелодии. Еще зависит еще момент от самого органа, басовый, высокочастотный, средний, ультрабасовый. От этого будет тоже звук меняться. Но сейчас я попробую просто немного поимпровизировать с положением языка более резче, передвигая его внутрь рта по этому пути. Это как раз о-ю-и-и-э, о-ю-и-и-э. То есть вот так вот двигая. Вот, соответственно, еще дальше момент очень интересный. Можно делать в разных положениях небольшую вибрацию. То есть научиться в разных положениях языка еще и вибрировать в каждой точке. Ближе к гортане, ближе к зубам, в середине. И уже мелодии будут более красивые. И давайте послушаем, как это звучит еще на высокочастоту органе, чтобы услышать другие возможности. Таким образом, вот эта вот техника, она начинает лучше раскрываться при помощи вот этих упражнений. Поэтому делайте эти упражнения, и у вас получится дальше развитие платформы нос. То есть дальше уже будет раскрываться и раскрываться все новые и новые возможности. И в следующих уроках я расскажу еще другие техники этой платформы. Ну что ж, друзья, всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok